Здравствуй, дорогой солдат. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, терпения и сил. Я понимаю, как вам сейчас нелегко в такое время. Я очень благодарна вам за то, что вы защищаете нас изо дня в день. К написанию каждого из этих посланий ребята подошли с особой ответственностью, ведь письма отправят на передовую. Так, в первой школе Бекова решили поддержать своих земляков, солдат, которые находятся в зоне специальной военной операции. Мы пишем пожелания солдатам, чтобы они знали, что мы ценим их труд и защиту нашей страны. Сейчас солдатам нелегко, поэтому любая поддержка для них важна. Акцию организовали по инициативе местного совета ветеранов. Письма от детей – лишь часть того, что доставят на Донбасс. Отправили солдатам и вещи, которые пригодятся в быту. Например, теплые носки. Причем часть из них своими руками связали бабушки учеников Бековской школы. Проявляют инициативу бабушки. Они действительно вяжут и вкладывают частичку своей души в эти носки. Чтобы наши воины поддерживали нашу родину, защищали ее честь и вернулись живыми и здоровыми. Поддержку оказывают не только солдатам, но и их семьям с 1 октября. Им предоставляется целый ряд льгот. В частности, родителей освобождают от оплаты за детсад, продленку в школе, кружки и секции. Кроме того, ученикам предоставляют бесплатное двухразовое питание. Студенты профессиональных образовательных учреждений безвозмездно пользуются общежитиями. Этим занимаемся непосредственно мы и администрация образовательных учреждений. Родителям мы оказываем всяческую помощь в сборе документов. Для этого необходима справка из военкомата о том, что отец действительно является мобилизованным. Все остальное мы делаем сами. Продолжение следует...